МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не только уход за растениями, но и укрепление патриотического духа молодежи – основополагающая задача. Мы просили сделать покос травы, и он действительно произошел. Они, работники центра, траву, которая пробивалась сквозь брусчатку, тоже подергали, убрали. Мы просили воду, машину, она сегодня здесь. Подготовка к празднику проходит, казалось бы, в мирные дни, но под натиском неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки. Военнослужащие и нынешние ветераны надеются, что нарушать заложенные традиции празднования не придется и в этом году. Все подготовительные мероприятия проходят при строгом соблюдении ограничительных мер. Безусловно, субботник проводится с соблюдением всех норм, требований указа губернатора, требований Роспотребнадзора. Ну и уверен, что подобные мероприятия будут похвачены и другими, соответственно, федерациями, другими общественными объединениями. У нас много парков, есть где развернуться, есть где сделать город наш красивее. Всю жизнь они с гордостью произносят слова «Я десантник». Так завещал им батя воздушно-десантных войск генерала армии Василий Маргелов. Он заложил эти славные традиции, а его потомки – ветераны воин, парк, ставший их обителью. Принять участие в субботнике те, кто стоял у истоков создания этого парка, посчитали своим долгом. И, конечно же, самое основное – это патриотическое воспитание молодежи. Это очень важно для нас. Мы понимаем, что мы отслужили, внесли свой вклад в развитие воздушно-десантных войск и хотим, чтобы подрастающее поколение тоже служило в этих войсках и с доблестью выполняло те задачи, которые ставит перед нами страна. 15 тысяч наших ребят осталось там, в горах Афгана. Вот эту цену надо всегда помнить и знать, что это высокая цена, то, что мы прошли, то, что мы испытали. И надеюсь, что молодежь будет это знать, ценить и достойно продолжать наши родные дела. Саженцы молодых деревьев увековечивают имена земляков – те, кто стоял на защите нашей Родины уже третий год. Высаживать аллею памяти начали в апреле 2017-го. Посажено порядка 328 именных деревьев. Мероприятия были приурочены памяти подвига 6-й роты ВДВ в Чечне, памяти военнослужащих групп спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», а также памяти воинов 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Яна Федорищева, Даниил Сурков. Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин